Резные светильники, вазы, рамы для фотографий, детская мебель и даже сани с лошадьми. Вот уже несколько десятилетий хозяйка этого дома в Кенель-Черкассах Валентина Михайловна живёт в сказке. Всё благодаря фантазии и умелым рукам главы семьи Виталия Александровича. Но в апреле сказке едва не наступил печальный конец, когда супруги заболели коронавирусом. Виталий Александрович оказался в реанимации. В понедельник вызвали повторного врача, сразу на КТ. КТ прошли, сразу всё ложить. Здесь положили, два прибора подсоединили, бесполезно. В Середавину повезли. В Середавину месяц я пролежал, 12 дней в реанимации лежал. Конечно, прошло всё тяжело. Когда с реанимации выписали в палату-то, а ноги-то не стоят. Его супруга в это время тоже лежала в больнице с ковидом, но болела им в более лёгкой форме. А когда домой-то выписали, я пришла домой, то мне тяжело. У нас есть курочки, собачка, надо кормить, а я одна. Я схожу к ним и всё, и ложусь на диван. Какая-то слабость. После того, как супруги выздоровели, сразу решили сделать прививку. Но им объяснили, что для этого должно пройти полгода. И вот перед Новым годом Валентина и Виталий прошли вакцинацию. Теперь, говорят, чувствуют себя уверенно. Ведь у них, помимо детей, которые также привиты, 10 внуков и 10 правнуков, заразить которых они не хотят. Хочу обратиться к населению Самарской области, чтобы прививались от ковида. Это только сохранит им здоровье и всё остальное. Мы, например, я привился, жена привилась, дети, внуки, все попривились. И им желаю, чтобы все прививались, не капризничали. Это их здоровье. В регионе продолжает расти число заболевших коронавирусом. В группе наиболее высокого риска тяжёлого течения болезни и неблагоприятного исхода относятся люди пожилого возраста. Чтобы избежать заболевания, медики советуют сделать прививку. На сегодня в области привито 53% населения. Повторно вакцинировано 44,5% жителей от планового количества. Среди представителей старшего поколения в регионе привито только 67%. Этого недостаточно для выработки коллективного иммунитета. Виктория Шара и события.